Александр Иванович, ну вот очередная победа «Зенита», но вроде бы она и особенная, потому что в «ЮФЛ» это наша команда, которая именно взяла золото, да? Что скажете? Ну у нас это не первая победа, по-моему, два года назад мы выиграли четыре юношеских чемпионата, но вот в этом сезоне «ЮФЛ-1» мы выиграли, и это очень важно, потому что это самая главная команда, которая открывается ворота в большой футбол, и очень хочется пожелать ребятам, чтобы они не боялись трудностей, тренировались и стремились стать настоящими футболистами. Александр Иванович, когда ждать из этих ребят, многообещающих, как всегда про них говорят, в главном «Зените», вы можете повлиять на Сергея Симака в этом плане как-то? Да, на него влиять не надо, он сам ждет, ждет, не дождется наших молодых ребят в нашем составе. Сейчас, говорят, трудно туда пробиться, потому что игроков из разных сборных много до сих пор, но если они уедут, как говорят, может быть тогда дорожка проторится? Не знаю, почему все так, конечно, по ним уехали. И потом в конкуренции рождаются настоящие таланты, потому что можно попасть в состав, выходить на поле, и тебя забудут через год. А вот когда ты в конкуренции с такими большими мастерами, как Кузяев, он абсолютно не уступает Бразильцам, или Караваев, или Мостовой взаимодействует с ними. Поэтому конкуренция – основа прогресса. А талантливые ребята у нас есть, и сегодня они были на поле. Ну, если серьезнее, то вы рассчитываете на бразильцах? Не стоит ждать какого-то обвального отъезда, как говорят, этим летом? Не стоит. Посреднее, а чего ждать тогда завтра? Какого матча ждете? Мы со Спартаком испытывали трудности в кубке, но, как сказал Сергей Семак, это было давно. Это было давно, да. И мы все-таки домашнюю кубку выиграли, собираемся завтра показать тот футбол, который приносит правильный результат. Спасибо большое.